Сегодня в Париже, в Гранд-Пале, открылась ежегодная выставка Парифото. А вчера был день для специалистов и прессы, и мы спешим порадовать наших друзей интересующихся фотографией, а их немало, первым быстрым видеосюжетом. И очень скоро у нас на портале Артвей ТВ, ну и канале Ютуб, конечно, появится более четкий видеообзор этого потрясающего праздника фотоискусства. Ну а прямо сейчас мы быстренько прогуляемся по выставке, подслушаем разговоры наших российских фотографов между собой и даже встретим королеву российской фотографии, Ольгу Свиброву. Называется Парифото 2018. Я имела честь участвовать в первом Парифото и в нескольких первых, я думаю, в трех или четырех. В каком году первый, да? О, Боже, это больше 20 лет назад. Я думаю, что мы 25 уже. Время идет так, что мы это не считаем. Сначала это было в Крузель-де-Ловре, теперь это в Гран-Пале. Как всегда, это миллион фотографий. Это всегда впечатление. Это всегда экзамен на твою возможность найти то, что тебя тронет. Завтрашнего дня это открыто для всех, и здесь пройдет много-много-много десятков тысяч людей, которые все встретят с фотографией. Это всегда радость. Варианты технического исполнения на выставке встречаются совершенно разные. Обратите внимание вот на эту. На выставке очень интересно не только разглядывать фотографии, но и обращать внимание на людей, а также, конечно, на саму атмосферу, особенно в самый первый день, когда здесь собираются специалисты, пресса, галеристы и, конечно, сами фотографы. Продолжение следует... Ну, а как вам вот такая фотография? Нам очень интересно ваше мнение. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о выставке, что вы думаете о новом концептуальном подходе некоторых фотографов к своему творчеству. Мы обратили внимание, что на этой фотовыставке большой интерес к японской фотографии. Ну, а это стенд галереи из Ирана. Это фотография сейчас будет 1842 года. Это искусство. Что может только фотография, не может никакой другой вид искусства. Это может остановить мгновение, зафиксировать. Чем ближе к этому принципу фотография для меня, тем она темнее. Это сейчас мы подслушиваем разговор куратора фотогалереи из Петербурга, которая раньше называлась «Рахманинов дворик», теперь она называется «Эрдэй» и находится в арт-отеле Рахманинов. Юрий Гурченков беседует со своим другом из Америки, коллекционером Сэмом Карцем. Первый раз я это имя. Я уже все пометил, а вот так посмотрите по-другому. Вот эти тебе нравятся? Именно вот эти две? Нет, вот эти все работают. Торфики. Здесь динамика. Очень энергетические работы. Динамика есть, энергия есть. Даже несмотря на то, что «Белый лебедь» оказался банальным. Но это же, ты сам себе противоречишь, это же постановочная работа. Нет, конечно. Это не то, что он шел по улице. Так я тебе говорю, что это принцип, от которого растет дерево очень высокое. От этого принципа можно отходить чуть далеко. Но для меня все равно, вот эта корневая система, чем ближе к этим, лучше. Хотя вот это здесь, это постановочная работа, конечно. Но здесь как бы есть образ, есть энергия. Здесь точно есть энергия, потому что ветер дует, дерево качает. Самое начистосюжетное, это не производит впечатление. Ну, лебедь, по-моему. Ну, сюжетное неважно. Другое дело, там, вот как у тебя, я все вспоминаю. Свой среди чужих. Ну, это неплохая фотография, она репортажная. Так это, за этим много стоит. Знаешь, там не характер человека, а не ситуация. Потому что что-то близкое каждому человеку. Так это то, о чем я говорю. Только кроме цвета я ничего не вижу. Света здесь нет. Свет здесь только есть. Свет. А вот это будет. Какой-то переговор, который, в какой-то переговоре вытащился. Так же, как картины идут на карате. Ты можешь додумать, естественно. Ну, да. Потому что тут не развивается. Ну, вот это. Вот мне отошли. Сделать это. Это в туалете. В туалете. Вот там несколько работ классических совершенно. Тоже это, по-моему, «Марикоса» по-дольку. Тут тоже приятно. Крончик валитов. Вот этот всплеск такой свет. Так это же А.М.С. Лео Адамс. Это тут знаменитый. Так он когда снимал еще? В 20-30-х годах. Его фотографии стоят кучу денег. Смотрите. Кстати, Адамсов Эдвард. Где? 130 тысяч. Подожди. Роберт. Роберт. Еще был на W. Когда они не позируют, а... ...какая стандартная квалификация. Кого? Борис Михайлов. Кокеист? Нет. Фотографист такой. В Украине. Такой был дерьмо. Он качался... При том, что... ...выставлю, что... Выставка Paris Photo... Это, конечно, невероятный праздник для всех любителей фотографии. Длится она всего 4 дня. До воскресенья. И, конечно же, гулять по ней можно часами и несколько дней. Уже начинает смеркаться, мы уходим, но обязательно сюда вернемся еще и сделаем не один наш видеосюжет. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш портал. И помните, что спонсор всех наших поездок – арт-отель Рахманинов в Петербурге. Мы ждем вас в гости и бронируйте отель с сайта, получая замечательные скидки.